В Кизляре растет число отравившихся некачественной питьевой водой. Всего зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции. На помощь местным врачам прибыли их коллеги из Дагестанского медуниверситета, Центра инфекционных болезней и медучреждений Хасавюрта. Причины произошедшего уже установлены, заведено уголовное дело. Подробнее обо всем расскажет Патимат Ханапова. Число отравившихся питьевой водой в Кизляре растет катастрофической быстротой. Каждый день в городскую больницу поступают десятки пациентов с диагнозом «острая кишечная инфекция». Госпитализировано более 100 человек, половина из них – дети. Детское и взрослое инфекционное отделение уже переполнены. Распределять больных приходится и по другим палатам. Тошнота, слабость и высокая температура – симптомы у всех одинаковые. Первый случай был зарегистрирован 10 дней назад. И Ломарова попала в больницу с двумя детьми. Сначала инфекцию выявили у сына, затем и у дочки. В начале у старшего сына 39 температура была, и он начал говорить, что я всю ночь в туалет бегал. И потом я его решила оставить, не отправлять в школу. И девочка, на следующий день девочка начала температурить, и у нее то же самое. Но к обеду у нее уже кал как бы с кровью начала, и уже как бы я начала переживать, и вызывала скорую. Сейчас медики состояние детей оценивают как удовлетворительное. Впрочем, на поправку идут не только они. Из городской больницы уже выписаны 16 пациентов. Среди них – семеро детей. Есть заключение бактериологических анализов. Высеяны шигелы. У пациентов имеется шигелез. Состояние всех пациентов – это легкая степень и средняя степень тяжести. То есть тяжелых пациентов каких-то мы не наблюдали. Источник отравления по данным Роспотребнадзора. Вода из отобранных 10 проб ни одна не отвечает гигиеническим требованиям. Очаг, дизентерии, микрорайон, черемушки. Сейчас все водные резервуары кизляра опустошают и будут полностью дезинфицировать. Будут проводить ревизию всех водопроводных сетей, всей магистральной линии. Проверять, есть ли прорывы и подсос грязной воды в эту водопроводную магистральную сеть. Система канализации этих людей будет переделана полностью, чтобы избежать таких случаев. Причем водопровод, который сейчас новый прокладывается, 400 метров, он прокладывается в обход всех сетей, чтобы тоже исключить какое-либо попадание или всасывание всяких этих. Тем временем в городе идет активная вакцинация от гепатита А. Уже привито свыше 750 детей в школах и детсадах. Минздрав настоятельно рекомендует населению города не пренебрегать мерами предосторожности. Использовать в быту воду из-под крана кизлярцам можно будет с воскресенья. По тематам Анапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Кизляр.